Добрый день. Сегодня 8 ноября 2018 года, 130 день интересующей нас всех гонки Golden Globe. Вот что произошло за последние две недели после последнего обзора. 23 октября. Люк Липейдж, француз, который пережил оверкиль, потерял мачту. Мачта пробила, как вы помните, борт рядом с баком питьевой воды, которому было не подлезть. Он сообщил о том, что пока справляется, но тонет. Был объявлен в начале сигнал Orange, потом Red. Подключились все по его спасению. В конце концов его подобрало судно Шиосай. Транспортное судно Шиосай, японское, насколько я помню. Которое теперь идет в Лас-Пальмас, Аргентина. Где они собираются быть 22-23 ноября. Будем следить. Возможно, он даст интервью. И мы с вами послушаем из первых уст, что он расскажет. Далее. 26 октября. Укуран, мой эстонец, зашел в бухту Штормов в Тасмане третьим. Ни о каких проблемах не сообщал. Рассказал только о тонкостях, как он прошел Индийский океан. И посетовал на то, что он начал обрастать ракушками. На фотографиях, которые были опубликованы после его прихода в Тасманию, очень хорошо видна днищевая часть, где видны так называемые гусс-барнаклс. Кто встречался с ними, знает, это гусиные так называемые ракушки, которые очень похожи не на водоросли, а очень похожи на червей. Я полагаю, что именно с ними столкнулся россиянин Игорь Зарецкий, который называл их большими червями, растущими огромными кустами, с которыми придется бороться только посредством отбойного молотка. Так вот, ребята, эти гусс-барнаклс снимаются достаточно легко даже пальцами. Если использовать что-нибудь в качестве скребка, мастерок, нож, стаместку, любую металлическую деталь с ровной гранью, которой можно было бы пройтись по днищу, днище у тебя будет чисто. Ты очистишь его достаточно быстро. Чем шире будет у тебя эта металлическая грань, тем быстрее ты большую площадь почистишь. Единственная только проблема с этими гусс-барнаклс, с гусиными ракушками, на днищевой части после ее снятия остается месторазмером с двух-трехкопеечную монету, даже не с трех, с двухкопеечную монету. Это уже не обрастайка, и это именно место с двухкопеечную монету больше всего подвержено необрастанию. Но это возьмет, опять же, несколько месяцев, ребята. А так, гусс-барнаклс, поверьте мне, снимаются достаточно легко. Речь лишь о отношении мореплавателей к скоростям, к тому, что... к их желанию показать хорошие скорости и быть первыми. Окей? Укурандма не собирается чистить. Также сообщил об этой проблеме Тапио Лехтинин, финн, который только что вышел из бухты штормов Тасмании. Он зашел два дня назад, через сутки вышел. Он заявил также о том, что начал не обрастать, рассказал немного и сказал, что приступил к изготовлению скребка, которым он собирается бороться с гусс-барнаклс. 30 октября 2018 года, неделю назад, Сузи Гуделл зашла в бухту штормов четвертой. Простояла 12 часов, ремонт селф-стиринга, чистка днища снова. Девочка, 28-летняя, снова при всех оделась в свой мокрый костюм, спустилась и почистила днище. Вот это я называю желанием ехать не отставая от лидера. Вот это я называю желанием показать скорости. Это драйв. Это гонщик. Окей? При том, что она инструктор по парусам, она не столько гонщик, сколько она парусник. Вот это желание быть в лидерах. Где она, кстати говоря, сейчас и находится. 4 ноября 2018 года Иштван Капар, американец венгерского происхождения, пришел в бухту штормов. 5 ноября вышел. Иштван Капар жалуется на то, что вода в баке питьевой воды грязная. По его рассказу, я так понял, что купив лодку и готовя ее к плаванию, он не открывал бак питьевой воды, он его не чистил, он вообще туда не заглядывал. Ну, это непростительная оплошность для человека, имеющего отношение к морю. Я нисколько не сомневаюсь, что каждый из вас, кто имел отношение с новой лодкой, только что купленной, для того, чтобы быть уверенным, что ты будешь пить, ну, как минимум, ты откроешь бак питьевой воды, посмотришь, как он выглядит, не говоря о том, что правильнее его будет снять. Хорошенечко почистить, что я, собственно, делал, и готовясь к своей кругосветке, я об этом рассказывал, показывал, есть видео, есть фотографии, как этот процесс, собственно, происходит, да, и что собой представляет бак внутри, когда ты его снимаешь и смотришь, чем бы ты поел себя, если бы ты туда не заглянул. Иштван Капар этого не сделал, сейчас жалуется на то, что грязная вода, и подозревает, что это могут быть проблемы у него со здоровьем из-за этой грязной воды. Комментарии излишни, окей? Мы должны помнить об этом, что чистота употребляемой воды внутрь во время долгого плавания, не имея возможности взять с берега чистой воды или взять дождевой воды в достатке, может привести к отравлению. Это очевидно, окей? Последние новости, буквально трехдневной давности, лидер гонки Жан-Люк Ван Дехит, 73-летний француз, сообщил о том, что был сильно ударен волной, лодка перевернулась, легла парусами на воду и ушла мачтой в воду. Угол поворота лодки от прямого положения на прямом келе до положения в воде составил порядка 150 градусов. Это значит, паруса в воде, когда лодка встала на ровный кель, был поврежден болт крепления нижних четырех вант. Благодаря этому болт ослаб, как я понял по его рассказу, то, что опубликовали на сайте. И эти ванты ослабли. Для того, чтобы устранить эту неисправность, сейчас лидер идет в сторону Вальпараесу, Чили. Но в таблице он остается первым. Многие в своих репортажах уже убрали его из лидеров и поставили в лидеры Марк Аслаца, идущего вторым на расстоянии более двух тысяч миль от Ван Дехита. Я бы порекомендовал пока не торопиться этого делать. Ван Дехит очень опытный мореплаватель. Кроме того, он не собирается нарушать никаких правил. Он может зайти в бухту, пойдет ли он в Вальпараеса, еще тоже неизвестно. Может быть, он найдет какую-нибудь спокойную бухту, где он сможет на ровном келе сам это все отремонтировать, мы не знаем. Если он примет помощь Вальпараесу с берега, значит, соответственно, он будет переведен в разряд Чечестер, тогда лидером станет Марк Аслац. Но пока этого не произошло, давайте мы с вами не будем торопиться, потому что, зная этого человека, уже зная этого человека, судя по тому, что он успел сделать за эти несколько месяцев, за эти 130 дней гонки, можно предположить, что он успеет зайти в Вальпараесу, я так думаю, успеет зайти в Вальпараесу, отремонтироваться, и еще спуститься в них, обойти вокруг мыса Горн, и поучаствовать в гонке за первое лидерское место. Я вполне допускаю, что такое развитие событий. Дальше. После него идет на расстоянии 2000 миль Марк Аслац, который режет, молодец, показывает хорошие скорости, за ним идет Укурантма, четвертый идет Сьюзи Гудейл, пятым у нас идет Иштван Капар, который только что вышел, вчера буквально он вышел, с бухты штормов Тасмания. Шестым Тапио Лехтинин, буквально вчера он вышел, простояв сутки, из бухты штормов Тасмания. Седьмым Марк Синклер, который сообщил несколько дней назад о том, что встретился с лодкой ирландца Макгакина и потратил некоторое время для того, чтобы отснять ее. Он смог ее найти и индицировать по до сих пор работающему АИСу Макгукина. И замыкающим идет Игорь Зарецкий. Так всеми вами любимый и обсуждаемый. В последнем диалоге, который был опубликован на сайте Golden Globe, можно послушать, что он рассказывает о том, как он едет и с какими проблемами сталкивается. Кто-то из американских зрителей, читателей посоветовал ему для того, чтобы бороться с ракушками, которые он не собирается чистить, потому что их надо снимать неделю отбойным молотком. Вы можете это услышать сами в его диалоге, в его рассказе, предложил ему спустить с носа до кормы трос, который якобы собьет эти ракушки. Это не работает, это и не может работать. Единственное, только я никак не могу отделаться от ощущений, ребята, если человек не хочет ехать быстро, не может, а не хочет ехать быстро, мы ничем ему помочь не сможем. Девочка 28-летняя спускалась несколько раз, чистила днище, взрослый мужик, здоровый взрослый мужик, боится отморозить свои яйца, может быть, девочка потому и чистила лодку несколько раз в такой же холодной воде, потому что у нее нет яиц, мне кажется, наоборот. Так вот, этот наш герой опять же размышляет о том, куда девать мусор, во всеуслышание, куда девать пластиковый мусор, который его заставили привезти обратно во Францию. Об этом было известно с самого начала, о том, что все должны собирать пластиковый мусор, не только пластиковый мусор, а тот, который не может быть выброшен за борт, мне очень интересует судьба не столько пластика, который, как он говорит, размышляет, я не знаю, куда собирать и что с ним девать. Да, это большая проблема, но если ты не сталкивался с этим и не собирал мусор никогда, когда ты ходил через моря и океаны и не привозил из собой на берег, то ты не знаешь, куда его складывать. Я дам ссылку внизу, можете посмотреть на недавний материал, который я опубликовал с фотографиями, как в каждом плавании мы экипажем или когда я один собирали весь пластиковый мусор в мешки и его там видно, когда удавалось привязывать мешки за бортом или внутри лодки в кокпите. Да, после долгого плавания лодка бывает обвешана этими мешками, но здесь 36 футов, здесь много места внутри. Если очень хорошо все это утрамбовать и сложить, то за год все равно будет несколько мешков, но их можно разместить каким-то образом внутри. Все зависит от желания. Меня больше интересует судьба тех газовых маленьких баллончиков, которые он взял с собой. Он считает, что это не пластики, он собирается их выбрасывать за борт и уже выбрасывает за борт. Когда он рассказывал о том, что он отдал предпочтение маленьким газовым баллончикам, нежели большим, которых бы хватило, скажем, 3-4 больших баллона 10-литровых, можно было легко растянуть на 8-10 месяцев, он предпочтел маленький. Так вот, очень бы хотелось посмотреть на эти баллончики во Франции, если он их довезет. Если не довезет, значит, все, кто ходит в море, вы, мы, столкнемся с ними, прямо или косвенно, которые будут плавать не десятилетиями, они будут плавать очень долго, потому что, если вы помните, они скорее всего алюминиевые, кроме того, очень хорошо покрашены, они не тонут. Это можно выбросить консервную банку, называв ее органик, что я раньше и делал, стекло, органик, бьешь бутылку, выбрасываешь, чтобы она не плавала, также пивную или консервную банку тоже можно выбросить за борт, все остальное плавает и растворяется в морской воде достаточно долго. на сегодняшний день все, это последние новости, вроде все, да? Ну да, последние новости таковы, давайте посмотрим, что предпримет Ван Де Хит, отдаст ли он свое первое место Маркус Латсу, я очень в этом сомневаюсь, и я искренне желаю этому парню найти какое-нибудь спокойное место, где ему удалось бы отремонтироваться своими собственными силами на ровном келе, спуститься и поучаствовать еще дальше в гонке в лидерах или по крайней мере побороться за первое место. У него есть для этого все шансы разрыв в 2000 миль, даже от такого быстрого и мотивированного парня, как Марк Сладс, это хороший зазор во времени. Так что давайте следить, впереди очень много интересного. Будьте с нами. Люблю вас. С удовольствием делаю то, что делаю. Пока.